всем привет сегодня чистый четверг воскресенье пасха и как всегда вернее ежегодно в этот день я готовлю куличи по одному и тому же рецепту также крашу яйца я думаю многие занимаются в это время куличи я никогда не покупаю а порой даже продают свои сейчас угощаемся потому что по этому рецепту получается очень это у меня опара она уже подошла увеличилась примерно в два раза для приготовления опары нужно взять 15 грамм сухих дрожжей 525 грамм муки залить все это теплым молоком 360 грамм немного вымешать накрыть пленкой и убрать на три часа для подъема вот сейчас опара подошла она вся в дырочку я сейчас сюда подсыплю муки которая осталась изначально она ее было 1 килограмм 50 грамм всю эту муку я высыпаю сюда в итоге в общей массе здесь муки 1 килограмм 50 грамм сейчас я разорву все на кусочки и перемешать опара у меня подходила три часа в теплом месте все я разорвал на маленькие кусочки перемешал с мукой сейчас я сюда волью 90 грамм молока теплого а также добавлю взбитые яйца их 6 штук весом примерно по 65 грамм они взбиты с сахаром сахара здесь 360 грамм взбиваю яйца как на бисквит добавляю туда щепотку соли а также какой-нибудь ароматизатор в данном случае это ваниль от доктора эдкер яйца добавлены теперь начинаем замешивать тесто руками тесто будет очень липким тесто и немного вымесил руками вот до такого состояния сейчас попробую все это дело помесить в чашу миксеры и тестомесом попробовать замесить тесто у меня поместилось тестомес поэтому включаю на небольшую скорость вот примерно вот так вот я оставляю вымешиваться минут на 15-20 как вы можете видеть текстура теста заметно поменялось оно уже собирается в комок перемешиваться оно еще будет у меня 5 минут параллельно я взбил масло масло взбиваем до пышности и побеления здесь 390 грамм информацию о количестве ингредиентов я оставлю в описании к ролику пока месяца теста яйца у меня сварились я замешал два красителя тут зеленый тут розовый берем горячие яйца погружаем зеленый краситель оставляем минутки на три берем яйцо опускаем в розовый краситель и ждем минутки три на кухне обалденный запах сдобы благодаря тесту не скажу что яйца у меня будут очень красивые потому что они не белые это домашние они слегка бешевые ладно посмотрим что получится тесто стало однородным и тягучим теперь в него будем добавлять наше взбитое сливочное масло масло понемногу и будем его вмешивать как только вмешается порция добавлю еще и так поступаю со всем маслом его здесь 390 грамм ну что ж пока я постепенно добавлял масло в тесто у меня получились вот такие замечательные яйца почему они блестят потому что после покраски сразу я их чуть-чуть смазал растительным маслом по-моему здорово оставляем их остыть и переходим к нашему тесту тесто вымешалось масло отлично вошло в тесто оно уже как вы видите закручивается на крюк и на этом этапе я останавливаю мешалку и перекладываю тесто для дальнейшей расстойки тесто я переложил более большую емкость из чаши для миксера сейчас я его подворачиваю вот таким вот образом вы видите она к рукам практически не прилипает тесто получилось замечательно все масло отлично вмешалось сейчас его подкручиваем потом вот так берем руки переворачиваем подминаем накрываем пленкой и оставляем в теплом месте еще на три часа я оставлю его в духовку в которой включен свет при этом там образуется температура в районе 30 градусов самое оно для того чтобы дрожжи работали вот в такой упаковке тесто отправляем на расстойку оно поднимется у нас примерно в два раза за это время я подготовлю изюм он у меня уже замочен в холодной воде я слегка его промыл теперь замочил чтобы он не был очень твердым и добавлю до полкилограмма курагу который немного порежу чтобы она крупными кусками ключах не попадалось вы можете положить туда клюкву сушеную вишнице цукаты все что хотите но имейте ввиду что на килограмм теста рекомендую класть фруктов примерно 200 грамм я хочу положить побольше потому что я люблю когда в куличах много прошло полтора часа и тесто видно активно поднимается сейчас его немного опущу и обратно уберу еще на полтора часа пока тесто поднимается я подготовил изюм у меня здесь два вида изюм черный и изюм белый я их вымочил перебрал убрал плодоножки кроме этого помыл и порезал курагу все подсушено и готово к добавлению в тесто прошло еще полтора часа тесто безумно поднялось сейчас я буду освобождать от пленки и вмешивать вот смотрите какое замечательное почти не липнет к рукам очень жирное сдобное вкусно теперь высыпаем все сухофрукты и необходимо хорошо вымешать дальше буду примеряется к формам и высчитывать сколько мне грамм нужно положить большую форму либо в маленькую для выпечки я буду использовать такие формы эта форма большие их диаметр составляет около 13 сантиметров высота в районе 10 теперь будем смотреть сколько сколько у нас поместится тесто наполняем форму чуть больше чем на треть готово большие формы положим по 500 грамм теста это получилось чуть больше 1 3 формы и маленькие формами положил по 280 отрываете кусочек подкатываете ну чтобы сверху получилась гладкая сторона и аккуратно все в таком состоянии отправляем на расстойку примерно часа на два до увеличения объема раза в два прошло чуть меньше двух часов и вот так выглядит наши куличики сейчас разогревается духовка ставим на 180 градусов и помещаем куличи на выпечку прошло 45 минут и куличи готовы время сейчас 3 часа ночью оставляю их ночевать на столе остывать а завтра будем украшать глазурью куличи остыли наступило утро и вот так вот замечательно они выглядят в разрезе все прекрасно пропеклось я проверил их еще вчера ночью зубочисткой большие тоже сегодня останется их залить помадкой и можно отдавать заказчикам мои куличи готовы я их украсил шапкой из без яичной глазури и посыпал кондитерской посыпкой по поводу глазури глазурь делается очень просто берете 125 грамм сахара 4 столовые ложки воды 5 грамм желатина и замачиваете его в 4 столовых ложках воды сахар и 4 столовые ложки воды добавляйте на плиту до закипания добавьте на щепотку лимонной кислоты после этого как снимаете кипящий сироп с плиты ждете пока уйдут бульки добавляете размоченный желатин и взбивайте на быстрых оборотах миксера до нужной вам густоты глазурь получается замечательная блестящая стабильная и приятная на вкус всем спасибо за просмотр пока а